На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как правильно одеваться православной женщине и допустима ли косметика. Хочу сказать тезис, который, я думаю, абсолютно правильным. Вот Бог есть красота. Бог всё сотворил гармонично. Но гармоничность она в чём? Она в естественности. И вот в той гамме, которую мы видим, когда всё одним с другим сочетается, всё именно гармонично, гармония, это вот мне идёт. Идёт ведь только то, что тебя делает краш. И поэтому красота, она в естественности, гармоничность, она в естественности. Когда я вижу в храме, в воскресный день, в праздничной службе женщин, которые просто по внешнему виду, знаете, как на траур пришли. Вот, ну, это неправильно. Христос воскресе. Радуйтесь, да? Ведь это, помните, Серафим Саровский, он всех встречал этими словами. Радуйтесь, да? Христос воскресе. Вот мы когда идём на службу, да, можно прийти в потрёпанных джинсах, в нечищенных туфлях и так далее, и так далее. Ну, разве это правильно? В храм Божий идём. Вот вы пойдёте в этом виде к президенту страны, скажите. Нет. Вы ж и женщины наведут тут красоту, придут себя в порядок, как говорят, станут с виду ухоженными, да, чтобы выглядеть хорошо. А почему к Богу надо приходить неряшливым, неопрятным, с грязными волосами, в истоптанных ботинках, туфлях или ещё, а ещё лучше в кавычках, лучше, ну, как говорится, в короткой юбке или в обтянутых джинсах, да ещё и вставать перед мужчинами в поклонах земных. Вот это всё неправильно. Может ли женщина применять косметику? Да, может. Ну, а вот на телевидении. Я прихожу на телевидение, мне обязательно зовут гримёрную, ну, потому что с экрана, ну, надо, чтобы ты видел гармонично и красиво. Тебя ради этого немножко, как говорится, рихтуют. И это нормально, и это правильно. В этом нет ничего совершенно плохого. И в храм надо приходить, как на праздник, особенно на праздничную службу-то, на воскресную службу. Не надо выгонять женщину из храма, если она пришла в обтянутых джинсах. И даже не надо ей, если она впервые пришла, ещё не знает, как себя вести и как что правильно, тем более даже делать ей замечания. Не надо. Любовью покрывайте. А потом, при возможности, с любовью, просто подсказать, почему вот лучше по-другому, а не так. Не критикуя, а просто как дружеская подсказочка такая, лёгенькая. Так и во всём. Стремитесь к гармоничности. Стремитесь понравиться Богу, а не людям. Богу. А Бог — это красота. Бог — это гармония. Бог — это любовь. Спасибо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Привет, спасибоarm≫ Спасибо. ream≫ Субтитры подогнал «Симон» — до конца Игорь. Будьте humanoいただ Fahr Zepp